Сошка связала ларежки для Димы. Молодец. Закончила. Солнышко тут что-то затоварилось, когда мне больше прислала. Больше прислала? Да. Тот больше который она приготовила. Воскресенье будет сидеть баба Оля. Пока геморрой в спокойном состоянии. Немножко покрутить. Немного. Хочу рабочих, конечно. И зеленый не оторвал я тут ничего. Вот это. Максимальная мощность. Пробуем. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Можешь на п sorts. ноги нагружаться скорость 23 ворота 60 300 ватт 8 сковой 500 метров скорость снижаем пульс 120 800 метров пульс 126 скорость 20 900 метров максимальная нагрузка 1 километр 180 калорий много нельзя а то и геморрой вылезет и потом что-то случится давление да Кеша что ты щуришься что там делаешь а ты че делал то колеса крутил ой это педали че делал то ну говори че делал то ну а че ты делал то ну ладно говори че делал Ну? Говори, что делать. Ну, что ты тут мог делать, скажи? Я не знаю, что ты мог тут делать. Вроде не прыгал, вроде не бегал. Значит, что? Я не знаю, Сережа. Ну, ладно, ты даже не знаешь. Ну, ты, блин, что? Ты-то какую-то херню придумываешь. Крутил педали? Ну. Ну, так а что ты тогда мне тут? А ты будешь крутить педали? Нет. Буду борщик есть. Ну, ешь. Дочерин. Ну, да, конечно. Доченька-то борща творила. Мне так ведь не разрешают борща творить. А доченька, конечно, борщ сварила папочке. И папочка сейчас будь козырячень. Да, конечно, конечно. Кушай, кушай. Доченька же сварила. С лучком. Да. Мне ничего нельзя. Мне даже в гречку добавить ничего нельзя. А доченька сварила борщ. И мы этот борщ кушаем. Вот я завтра тоже сварю борщ. И попробую его не ешь. В целую кастрюлю сварю. Понял? Ты понял меня? И все туда положу. И чеснок, и лук. Обжаренный. И это сама морковка. А-а-а. Все положу. Ты согласен? Нет. Почему? К хорошему не надо привыкать. А, ну да, доченьке, наверное, можно. А мне, значит, нельзя. Лучок. Лучок, лучок, лучок. Лучок. Обязательно. Нет, скажи, ну, доченьке, можно, мне нельзя. Ну, так это же доченька. А, ну, так это же доченькиного борща. Ты отказаться не можешь. От моего можешь, да? Хоть я тоже умею вкусно готовить. Но и ничего не разрешаешь делать. Сиди и ешь эту капусту и все, все равно, прочее. Саша не приехал. чок это дело я уже в куске борщ ел но это будет снято в отдельном видео через неделю ну в смысле снято уже, но через неделю будет выложено немного сметанки на улице минус 6, переплело это временно дорожники опять посыпают и что они там делают какой запах стоит загорелась нелегко сметанки чуть-чуть Смотрите продолжение в следующей серии. Вон какое мясо, говядина. Все, поехали с лучком. Главное. Прямо целиком берешь эту штуку и... Мало подрел. О, как хорошо. Лук дерет нос. А теперь горяченькое. А теперь вот. Куся, красиво, вкусно. По-моему, я спалил себе язык луком. Это я уже не отселю. Только с помидорами. Аж мокрый есть. Спасибо вам большое. Чистого сердца. Вот у нас как в России отмываются деньги. Не знаю, не видно, наверное, будет. Вон. Идет снегоуборщик. И сзади КамАЗ. А снега-то нет ни хрена. Вообще практически на дороге. Че вот он делает. Вот этот КамАЗ съедет от самого начала, от пехоты. И только-только кучка на нем появилась. Классно, да? Вот она, Россия, блядь. Да вот, видишь, вот тут дырочки, получается. Я зашью тут. Затемлю. Да, верно, да. Зато будут бабушкины варечки. Ну как, нормально, они колятся? Нет. Слава тебе, Боже. Мальчик спит. Фергюсон готовый? Угу. Вот так убери, я его положу. Ела. Держи. Что-то бабушка-то включила кочегарку свою. Ну. Минус шесть. Сейчас, сейчас. Так. Очередной ловхак. Антенна. Заводим. Сразу. Как? Вот так. Контейнер прислоняешь к телефону, и все, она усиливает. Машина заводится. На. Ай! Тихо. Что там дикие-то? Не-е-е-е. Не завелась, видишь? Ты одеваешься или нет? Не завелась. Да, но это, скорее всего, сейчас, если мы нажмем, как бы, закрыть ее, и она увидит, а вот дым пошел. С какого-то раза, со второго раза только завелась. Почему-то. Му-у-у-у! Не-е-е-е! Так, сделаем капусту. Попробуем. Ты отгуляшь. Говяжий в томатном соусе. Вот, видишь, какая открывашка сраная. Просто сраная открывашка. Пягисон, ножом будем открывать. Что мы видим? Тоже в тушенка. Нифигеть. Где гуляешь? Тут мясо. Вон, мясо. Интересно. Что такое? Тоже, по сути, тушенка. Я думал, тут будет, знаешь, как типа фрикадельки в томатном соусе. Здесь тушенка реально опять. Что мы сейчас капусту подготовим и засыпем. Фергис, он дрыхнет еще. Вот. Сейчас придет Кузька. И будет такой конкретный ор. Такая зайдет и скажет, да вы что, прикалываетесь что-ли? Да? Мама! Да вы что, прикалываетесь что-ли? Он сейчас не уснят. Дима, обратно в холодильник. Почему не положил? Возьми нормально за низ. Открывай холодильник, достал там сколько тебе надо штук? Зачем всю доставать? На. Два вида котлет. Одни фирменные, другие паровые. Иди ты в баню. Я вот этот раз нормально пожарю. Тебе нужен смысл. А у Оли сегодня лазаньи. И рыбка. Лазаньи и рыбка. Да? Да. Лазаньи, она такая жирная. Да? Да, покажу. А как это, и салатки в эту лазаньи? Вот. Лазаньи. Офигеть. Класс. Вот. Ну это, это Женя будет лазаньи, а не рыбка. Рыбка. Сайда какая-то. Ты же какая-то маленькая такая рыбка. Проходи, Тотя. Сейчас будет орх. Что? Спит, да? Да? Спит опять? Да. Нет? Да что нет-то? Он же бы выбежал уже, если бы не спал. Он бы не спал, да? Вроде. Где у вас интересует? Он спит, что ли, Серё? Я же вам сказала его бы разбудить. Стрелки переводят. Да нахрен вы исполняете? Время девятый час, он спит. Ну вы чё? По мне это не смешно. Слушай, я была занята. Я работала. Пять новые ботинки какие-то. Да вы чё, прикалываетесь? Я же говорил, что она скажет. Да вы чё, прикалываетесь, что ли? Так иди буди туда, чё. Мама! Ну забыла взять чё. А чё, почему спит-то? Я не знаю. Эй, Масюся! Масюся! Я им говорила, что вы делали. Масюся! 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 Ммм! Пойдём! Мам! Они обязательно, да? Котушка у меня готова! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! Иди сюда, иди! Не? Пап, ты дорогой велосипед нашел? Ты же мне говорил, не за 18 это дорого. Нет, у нас несколько денег. Что-то другое ищешь. То, что искал другое дерьмо. Ты сказал мне, что 12 тысяч. Нужна ригидная вилка, стальная рама и 2 четвертые колеса. Пап, 18 это дорого. Ну, это... Фергюсун. Масяня, а ты проснулся наконец-то, а? Ты что дрыхнешь-то у нас? Он понимаешь, он нас не спрашивает. Он идет ложиться сам и все. Этот велосипед, он качественный, во-первых. Во-вторых, должно быть условие. Нет, конечно, сейчас до 12 точно. Чтобы Дима никому не давал этот велосипед. У тебя там есть муж, ложись и спи, и пусть он что хочет. Чтобы ты ездил на велосипеде, понимаешь как? Позвонил друзьям, допустим. На велосипедах поехали кататься? Все, чтобы поехали на велосипедах кататься. А не так, что выходишь во двор со своим велосипедом, все без велосипедов кругом. Все без велосипедов кругом. Что-то ты даже не помнишь, да? Нет, я с ним пришла, а он уже... Он два раза спал сегодня. Днем спал или еще вечером? А, он утром спал. А, утром спал, да. Они вдвоем спали здесь. Мы с ним спали. Да. Храпели на всю Ивановскую. Вот, а потом вечером он уже что-то... Попрыгал, прыгал, давай подушку-то сходить. Он позавтракал, он пообедал, он покакал. Штаны. Штаны, естественно. Хочется верить, что... Позяне, а что ты все время трыкнешься? Он как кот. Тешок, конечно, рулоканский. Давно-давно жил знаменитый фокусник по имени... Что он у нас по гороскопу-то? Водолея нет, а по этому... Водолея нет, а по этому... А? Виняя. Что? Хрюша! А, свинюшка! Ну, естественно, вот поэтому с кем? А 72-й год тоже год свиньи? 72-й? Нет, год крысы. Год крысы 72-й? Да. Что-то как бы год свиньи у меня было вроде, не? Ты че, блин? Ты крыльша? Да. Да, умное, кстати, существо очень. Фергюсон. Я близок к разгадке. А я кот-кролик. Я и кролик, и котик. А Куся у нас... Она у нас буль пиздея. А сколько вы планируете на велосипед? Ну, 12 еще приемлемо было. Ты же сказал первый раз. Я не рассчитывал на сумму. Давайте 12. Остальное я добавлю. Да ни хрена себе, 6 косарей ты добавляешься. А что делать? Зато у нас тут хороший будет. Да иди ты другой. Да нет, другие. Я посмотрел. У всех вилки. Вот один за 18 и все. Вилки у всех. Вилки эти, амортизационные. Которые он загнет, ударится в стену, загнет. И ты потом на эту вилку 15 тысяч потратишь. Зачем ему в стену так? А он все время в стену заезжает почему-то. Он ту вилку погнул. Спасибо, параш. А кучки такие деньги? Ну, будем искать, что-то думать. Не сегодня же покупать. У нас вся зима впереди. И что? И что теперь? Тем более, тем более, их в наличии нету. На этого и на этого. В наличии нету. В смысле? Как это скинуло? Нас заказывать. Но она говорит, купили мне тысячу рублей. Мне велосипед говорит, я тоже скину. И это. Нема себе нужно подать. Чем остановятся эти бессочные черепы? Ну, мазь, это что, какие подарки. Поэтому он должен быть стальной, а не алюминиевый. Так он тяжелый, наверное, еще. 15 килограмм. А этот сколько весит у тебя? Килограмм 12-13 весит этот мелкий. Это чуть на пару килограмм тяжелее. Но у него дисковые тормоза будут. Ригидная вилка. А где торт? В дождь кататься. Да какой торт, блин? В дождь кататься будет, если на вибрейках там херово будет. Тормозов не будет. Да, Куся, мне некогда было никакой торт. Я, блин, еле с этим. Я еще разругалась там в этом. Так что, Дима, останешься без велосипеда. Если ты не умеешь их беречь, останешься без велосипеда. Ты даже не сказал, что ты будешь его беречь, понимаешь? Я буду. Как ты его будешь беречь? Буду его остались. Не буду бросать, не буду никому давать. Не буду никому давать. Если ты на этом велосипеде приедешь к друзьям, которые сидят в песочнице, 5 человек, без велосипедов, как ты считаешь, что будет с твоим велосипедом? Они его будут... Они у тебя будут его брать и кататься, понимаешь? Ты его бросишь, и все. И пошел. А все будут брать и кататься. Да. Что, да? Другие мамашки бьят, между прочим? А я буду за ним гулять, да, летом. Посмотреть, кто уже катает свои велосипеды. Тогда, короче, надо купить ему Ашанбайк за 8 тысяч. Да. И все, и пускай она болтается. И вот надо купить этот Ашанбайк. Ну. Пускай она болтается. Они, кстати, нормальные велосипеды. Чего? Ну, он же этот купил же, этот, Ваня. Нет, он не Ашанбайк брал. А что он? Он брал с Алиэкспресса китайских, как у меня. Нет, Алеша. А Ашанбайк ему, что ли, купил? Да. А? Да нет, ты что, там нормально не успеет. Нормально не может такое ослабиться. Ну. По-моему. Да нет, там нормально не успеет. Ашанбайк? Да нормально нормально. Что, моя рада? А какой хотя бы сюрприз? Да будет завтра. Да скажи, какой. Завтра. Сюрприз не говорят. Сюрприз не говорят, да. Сюрприз не говорят, да. Показывает. Показывает. Если сюрприз скажешь, то будет облом конкретный. Да ладно, чё жадничаешь-то, бабушке жалко что я. Ты чё ешь там? Ну чё мы едим? Железяку? Прук. Это как-то, Мася. Вот эта штучка, да? Вот возьми её в магазине. Нарежь из этой проволоки, да? Нет. Проштампуй разные числа. Кто твой что делал? Батон остался на вечер. Развернул его, этот новый свернул с новой датой. Всё. Я берёшь, блин, пятое число, а батон, блин, старый, нахрен, весь как этот. Крошится весь. В магазин он когда приезжает, ему уже дня два, наверное. Вот его пятого числа точно не делают. Его делают третьего числа, а ставят этикетку пятого числа. Офренели совсем они уже. Они его приготовили на смаке, пока они его расфасуют. Только потом привозят в магазин. Они, конечно, вперёд датут. Вот по нему видно, что он никогда не свежий. Хотя число сегодняшнее стоит. Видите. Это, потому что я возила лёд, это, на склад с мака. Они его в Тюмень отводят, вот, с того склада, а вот хлеб в Тюмень. Ну что за дела-то? И я даже, у них упал хлеб, короче. Я поднимаю, смотрю, дату я говорю, так сегодня же не это число. Он говорит, да, конечно, мы довезём, как раз будет вот это число. Вот, я про это и говорю. А раньше, а в советское время-то, ну ты не помнишь, наверное, в советское время, в 5 утра, в булочную, приезжает ГАЗ-53, фургончик с надписью «Хлеб», и у него 5 дверей, 4 или 5 дверей. Машина заезжает во двор, во всём дворе пахнет хлебом сразу. Всё, он начинает выгружать эти лотки. Вот этот хлеб, который был испечён полчаса, там, час назад, понимаешь? Всё. И мы ходили и покупали у водителей этот хлеб за копейки, горячий. А в 7 утра он уже в булочной был. Вот этот был свежий. И никаких вот этих тряпок не было. Вот этих вот. Вилка на верёвочке. Подходишь вилочкой, тык, мягкий, всё, берёшь его. И никто не болел ничем. Всё было нормально. Да ещё не ты. Батон-то ты, а тот-то хлеб не ты. Проверяли просто на мягкость его. Давили поверху. А не так, что воткнули и вытащили. Кто-то весь курсел хлеб. Всё равно проверяли вилкой. И брали руками. И никто ничем не болел. А сейчас, блин, санэпидемстанция, запаковки, вакуумные упаковки, всякая хрень. Зато берёшь этот хлеб, он настоящий. А не вот это вот говно резиновое. Дима, ты не пожил в то время. Конечно. Вот там бы ты с булочной бы не вылазил от этих бубликов и пирожков с повидлом. А булочки были с хлебзавода. Рогалики, ватрушки. Ну, не ватрушки, а рогалики. Просто такие булочки. И были ещё, помнишь, булочки по три копейки? Круглая булочка по три копейки. Самый дешёвый хлеб, который вообще возможен был. Три копейки стоил. Это вот сейчас на гамбургеры такие одевают. Ну, они маленькие. Маленькие булочки были. Дима, телефон... Твой расколол в них, Мася. Дима, расколол телефон, Мася. Дима, если Мася сейчас расколет телефон, хрен ты больше получишь. Вот это было вкусно. Берёшь вот этот рогалик штук пять. Молоко свежее, настоящее. Не стерилизованное. Вот это, которое две недели хранится и не киснет ни хрена. Такое это... Холодненькое. И как пошёл наяривать. Вот это я понимаю. А эту крышечку так надавливали. Да. Она же была серебристая под молоком. Да. Серебристая. Кефир был полосатый. Полосатый, зелёный. Зелёный или полосатый? Да, или зелёный, или полосатый. Там ряженка была. Ряженка была. Снежок. Снежок. Это вот такая розовая. Снежок. И потом ещё название такое. Ацедофилин. Такое название вообще капец. Сметана была в этих 0,5 банках. Не 0,5. 0,2. Баночки тоже такая была полосатая. Да. Вот Дима. Было время. Зато все натуральные продукты были. А сейчас все на химии живут, сидят. Но опять же, с другой стороны, отравлений сейчас как бы меньше, чем в то время. Потому что как бы продукты все уже, понимаете, консервированные. Да, вот именно все эти ешьте. Да, и поэтому как бы народ-то не нравится. А тогда же много же тухлого было в магазине тоже. Купить. Без проблем. Но мы его назад не таскали никогда, молоко прокисшее. На простоквашу. На простоквашу. Да. Никогда такого не было, чтобы молоко обратно носили. Потому что оно и так было дефицит, это молоко. Только с утра его можно было купить. И всё. На молочный магазин, вот фирменный молочный магазин молоко, привозили 4-5 фляг всего по 30 литров молока. Всё. На весь магазин, на целый день. Понимаешь? Естественно, доставалось только тем. Представляете, что они вечером торговали? Там такая осень. Вечером ничем. Бутылки принимали. А, то есть, не очень. Придевали. Ну-ка, чё ты бурщишь? Дима, это сюрприз. Я как тебе скажу? Как я могу тебе сказать, если это сюрприз? А? Покушу сейчас тебя на ухо. А? А у самой-то? Тоже водичка не держится иногда. Чё это? Ну-ка, когда сюрпризы-то всякие. Какие сюрпризы? Ну вот, последний раз-то было. Что там у нас? Сейчас, раз вспомнить. Кто-то рассказал кому-то чего-то. Слушай, это тема-либо последний раз. А помнишь, мы стояли-то? Да кто-то же вроде съезжать собрался. Ой. Вот это был сюрприз. Съезжать, кто съезжать? Да у неё это так вот. Не, у нас какой-то было тоже. Кто-то проговорился. Кто-то здесь? Дим, да я не скажу, потому что это сюрприз. Да почему ты тогда забываешь? Ну просто забыла на работе, ну что? Ты мужик или кто? Ладно, я не забыла. Мне приведут завтра, я перепутала числа. Серьезно. Я перепутала числа. Я вообще думала, ты не забудешь. Хотя я думала... На целый день ждал. Да? Главное, ничего мне не говорит. Думаю, наверное, он забыл. Хотя я думаю, зная Диму, бляд, что забудет. Я ему вчера перед снова об этом сказала, а он всё равно запомнил, а? А у меня он ничего не говорил. Вот он весь день молчал. Я думаю, наверное, заблужил. Слава богу, завтра принесу ему и всё. Слава богу, не сказала. Ну, Дим, завтра привезут, я число перепутала. Хорошо? Не прыгай. Ну ты не жди там чего-то, чуда-то. Максимум это чупа-чупс будет и всё. Я вам шоколадку с массивой кусочек куплю. Это кто ему так показал? Это он, я его спрашиваю, что-нибудь дам. Это я ему так показал. Нет? Не знаю. Я могу на руку, скажи, Герсон. Герсон? Угу. Чего я тебе... Я тебе скажу, тебе интересно будет? Да. Дёргайся. Я тебе скажу, интересно завтра тебе будет получать? Да. Какой смысл это? Что? Скажи. 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 Скоро утром. Скажи. Э! Дима! Придёт там кто-нибудь? Не знаю, поясни. Дима. Дима. Успокойся. Не скажу. Ты мужик или кто? Мужик. Так, дай я помою пока банку, чтобы тебе видно. Ты мужик или кто? Мужик. Да? Мама, ты же мне дам одну котлетку на работу? Мужик. Трёгсон. Иди, конечно. А у вас ещё есть помидорки? Как полозлички? Нет. Помидорки есть. Есть? Помидорки есть. Помидорки есть. Мужик. Взять помидорку и порежать. А то что-то с огурцы гулять. Полозили condole. Кoby zhaf. Koby zhaf. Ну это я нагрелась, слушайте, сегодня, я думала, ну все, как я, мошенники, я быстро перевела, короче, вообще все, когда деньги в доме есть в старт, я думаю, все, пересралась, так ведь не бывает, мне даже в лотерею не везет, дай, дима, я мою, ты так. Фергюсон, садись, садись, что воду-то включили и выключили, дай мне крышку, крышку дай, дима, ты мужик или нет, терпи, Если я тебе скажу сейчас, завтра я тебе его не отдаю. Все. Я говорю, говори. Дима, ты что так себя ведешь? Жди наоборот. Фергюсон. Че не так-то? Че не так-то? А? Месси. Че не так-то? Че не так-то? Че случилось? Скажи. Че на трубку не берет? Че случилось? Че ты не видишь? Скажи, че случилось? Ничё не понял. а а в и м на нет а а а Дима, я что-то не понял, ты что себя к ней ведешь-то? Сказали завтра, все, успокойся Вот у него вот это вот дурацкое упрямство бутящее Ты что? Ты изучаешь устройство двигателя и тут ревешь по таким пустякам Ты что? Так, где у тебя коробка-то твоя? Так вот, Дима, спроси, где моя коробка, он забрал у меня Дима, где коробка? Давай, иди, показывай Коробка где? Ничего себе Отдай коробку Ты что так себя ведешь-то? Дим, ты что в самом деле-то? Опять начал? Отдай коробку Вот, вот, я тебе говорю вот это вот, я не знаю, что это с ним такое Хоть вот тут за уши его выдерни и все Я чувствую, у меня там жарко так Ой, я так... Ну я не совсем учусь, у меня руки холодные, прям ледяные Не, ну, хвастаешься зачем? Скажи А, сочинение записала На какую тему? Завелением на ладу По работе, понял Да Коты по углам разбросаны Коты по углам разбросаны Белый тут С посудой разбираются Вот, а я, короче, сделал Горечку А вчерашние котлеты Куриные На пару Вроде как плесневые, да? Как будто На самом деле это Красный лук Потому что Белого репчатого лука Что в магазине верно не было Вот Поэтому, как бы Такое И гречка Тоже, как бы Вареное в пакетиках И Добавлено Ну, в сковородку С водой, чтобы пожежа была А, да, самое главное Нашлась ложка деревянная Делаем салатик С таким лучком Потому что Репчатого В смысле белого Обычного Стандартного Не было Я не понимаю Как этот лук работает Вообще То есть Я, как бы Не особо его чувствую В сравнении с тем С белым луком Ну да Он не очень Он сладкий считается Да? Да Ну, какой был Какой я На второе будет Сегодня утром Вчерашние котлеты Солнышко делал Я 4 пакетика гречки Сделал И курицу Поели мы с солнышкой С утра в обед Это еще на вечер осталось О, в солнышке Там картошка С котлетой Где-то была Уже нету Да он стоит Господи Да И вот у нее здесь Ее еда Все Ужин И шоколадка А я вчера не ел шоколадку Которую я не съела Вален, привет Вален, привет Вален, привет Смотрю стрим твой и Вот ты там про стейки говорил Вален, сегодня Вот сейчас не так много стейков Я тебе написал Капусточку Вадим, привет Вадим, привет Вадим Вадим, привет Вадим, привет Можно поймать обратно Привет там водилы Да, алюха Я так понимаю Что говоришь? Что говоришь? Что не будет козлятина? Козлятина будет с едой. 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 Вареная куриная грудка, жареная капуста Вареная куриная грудка, жареная капуста Вареная куриная грудка, жареная капуста Не работает Не показалось, по-другому еще раз Так, в скорого раза заведется С первого Ладно, поедем по делам Вот, наконец-то встал Они знают, что сделали? Они, значит, вот те мандарины, которые были по 89 рублей Вот ты покупала, да, этот мешок? Значит, это... Слышишь меня, если ты не слышишь? Сережа, я слушаю, давай говори И у них были клементины, да, там лежали? Ну По 150, по-моему, да они были? Клементины Ну Я не знаю, что сделали Они просто взяли, мандарины высыпали в клементины Перемешали И написали на ценнике Мандарины-клементины 160 рублей Круто, да? Хе-хе-хе Хе-хе Это... Да что-то вообще... Я так хорошо думаю, что нахер надо Помидоры еще пока есть Возят А помидоры пока еще берем А мандарины все закончились Хорош Так На 430 рублей Набрал Батон Помидоры Лук Наконец-то Нормальный лук взял Кисленьком Кисленьком две штуки О 430 И... Три... Шесть... И... Один уголон кефира Это не оправдан Ну... 430 Ужлей Хватит Это бы Я бы спошлый И... Некифира тоже мало было Я последний купил Завтра уже предпоздавительный день, 9-го числа взвешивания. Я что-то сомневаюсь, что я сбросил хоть что-то. Я тебе сейчас еще раз взрослую, а ту, которая у тебя была, удали ее. А сейчас будет там две. Что заклакали сразу? Это вечером, пересом. Еще осталась грудка. На ветер яйца еще три стычки есть. Сварим. Пусто. Гречки еще там есть немножко. А, гречки мало. Два пакетика всего осталось. Вон. Продолжение следует...